Девчули, красотули, знакомьтесь, это Настя. Живая, активная и, самое главное, с чувством юмора. Очень разносторонняя, как ее YouTube-канал. Таких блогеров очень мало. Загляните в гости и увидитесь сами. Ссылка на канал в описании. Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ангелов Рине и с вами Ксюша. На губах. Люкс, визаж, чего-то там матовая жидкая помада номер 17. На всякий случай, вдруг у вас возникнут вопросы. Но говорить будем не о жидких помадах, говорить будем о дезодорантах. Наболело это видео. Я его анонсировала еще где-то, наверное, в августе. О, ужас! И кто-то может сейчас сказать, а зачем сейчас в зиму снимать видео о дезодорантах? Ребята, не поверите. Я зимой, я вообще как бы живой человек, я потею в принципе. Я не буду строить из себя барби, нет. И зимой я потею больше, чем летом. Летом обычно всегда надета какая-то легкая одежда, и тело дышит, и комфортно. Зимой же, или вот осенью поздней, как сейчас, какая-то надета на тебя одежда. Ты вышел в подъезд, в подъезде там тепло, в лифте жарко с другими людьми, там, не знаю, на улице холодно, потом ты заходишь в транспорт. И, короче, вот эти постоянные перепады, это ужасно. Это ужасно. Ты потеешь и чувствуешь себя некомфортно. Поэтому тема дезодорантов, она актуальна, круглогодична. Я собрала для вас 9 представителей вот этого рода славного дезодорантов. И, чтобы вы понимали, я испробовала их гораздо больше. Но когда я снимала пустые баночки, я на автомате их выбрасывала. И поэтому расскажу вам о них просто устно. Мы начнем с класса дезодорантов, которые я люблю меньше всего, это спреи. Почему я их не люблю? Да потому что я не люблю, когда в воздухе повисает взвесь, повисает взвесь, отлично сказала, каких-то частичек ароматических. Мне это не нравится. Это не должно так быть. Я это вдыхаю. А это должно быть на моей подмышечной впадине. Больше всего я не понимаю именно дезодоранты. Не антиперспиранты, а дезодоранты, которые, вот, например, вот это от Антонио Бандерас, Your Golden Secret, который, знаете, такой флакончик прикольный с ключиком. То есть, это набор был парфюм и дезодорант. Мне это непонятно. То есть, парфюм пахнет вкусно. На вашей коже он меняется, но не так сильно. Но если вот эту штуку пшикать в подмышки, запах меняется очень сильно. А зачем? Зачем деформировать аромат и ощущать его неприятно на себе? Плюс это как бы ничего не дает абсолютно. Это именно дезодорант, это не антиперспирант. Вот это, на мой взгляд, одна из самых бредовых разработок всей косметической промышленности. Вот это чистый заработок денег. Я не понимаю, зачем нужны вот такие дезодоранты. Понятно, что поддержать ваш аромат, который на вас. Так нафига? То, что у меня в подмышках, не должно никаким образом доходить до людей. Я имею в виду эти ароматы. Ни ароматы моих секреций, ни ароматы всяких средств. Вот на мой взгляд. Поэтому я не понимаю, зачем это нужно. Это все равно, что парфюмированные гели для душа, которые стоят бешено дорого. Там вот Шанель, что-то такое, да. Нет, это все глупости. Я не понимаю, зачем это делать. И вот такие дезодоранты для меня это, ну, такой вот, ну, мягко говоря, провальный продукт. Поэтому я никому вот такие вещи покупать не рекомендую. Следующее, что я вам покажу, Нивея невидимая защита и Деоника. Чего, как это называется, Nature Protection, Алоэ Вера, бла-бла-бла. Значит, ну, вот так вот он выглядит. Из этих двоих, разумеется, вот этот гораздо круче. Почему Нивея плохая? Я стала замечать, что дезодоранты, которые вот такие двойные, да, то есть, ну, черное, белое, не оставляет, значит, белых полос на черном, не оставляет желтых пятен на белом. Врут, как дышат просто. Ребята, я никогда не думала, что реально могут быть желтые пятна на белых футболках. Вот эти дезодоранты выпали у меня на начало сентября, когда у нас жарко, я много носила белых футболок на прогулку с детьми. С детьми. Ну, у нас реально на площадке как маленькая ясельная группа, серьезно, поэтому я, видимо, так сказала. Если даже я не пользуюсь дезодорантом, у меня нету желтых пятен на белых вещах. Вот никогда. Я прожила 27 лет своей жизни. С вот этой штукой у меня появились желтые пятна. Я не буду вам приносить футболки, но, ребят, там такая ткань, которую ты не будешь там отбеливать или что-то с ней сильно делать. Но при этом вот оно не выстирывается. Я не понимаю, почему так происходит. То есть вот эта штука, которая заявляет, что она не будет портить белые вещи, на черном, правда, нет. Вот ничего не буду говорить. На черном совершенно нет никаких пятен. Вот на мне сейчас черная кофта, если мы даже вот так вот, видите, ну что-то белое есть, но оно сейчас разойдется, его не будет, это просто капельки. То есть да, на черном оно не оставляет никаких, фу, кошмар. На черном не оставляет никаких белых пятен, но желтое на белом есть. По поводу борьбы с потоотделением мне не нравится. Это очень какая-то слабая штука. Вообще, в чем фишечка? Мне кажется, что если вы не встряхнули там как-то баллон, то, наверное, взвесь частиц, которая должна, по идее, работать на вашей коже, она не доходит до кожи. Вот у меня такое ощущение. То есть у нас все остается, наверное, в баллончике. Не знаю, потому что, ну, не работает эта вещь. Я не люблю вот такие дезодоранты. Уж извините. С Деоникой я познакомилась достаточно давно. Вообще еще, даже я так скажу, на прилавках Деоники не было, а мне с завода привезли несколько, да. Это еще, кстати, до блогерской деятельности моей было, так сложилось. Я вам так скажу, нельзя, может, так говорить, но мне кажется, что сейчас качество дезодорантов вот этих немножечко упало. Когда я их начала пробовать, у меня был шок, что оно работает. Серьезно. Но сейчас со временем немножечко, мне кажется, что-то у них как-то, либо я старею, я не знаю, что-то меняется. Вот этот дезодорант очень неплох. Вообще вот эта вот линейка у них неплохая. Я имею в виду именно дезодоранты в спрее. По сравнению с известными нам, вот это очень круто. Не вызывает раздражение, нормально работает, можно даже наносить. Вообще так нельзя делать, но можно, ничего не случится, если вы нанесете на свежевыбритую подмышку. Мне ничего не щипало, ничего. То есть очень нежная штука, никакого раздражения. И, в принципе, неплохо работает. Но, но из всех дезодорантов в спрее круче всего работает Адидас. Я его не пробовала никогда. Я там случайно, короче, там покупаешь сколько-то дезодорантов или что-то такое, и получаешь в подарок сумку спортивную. И у меня, и мы были с Ильёври в Гоши, и я увидела эту сумку. Говорит, о, сумку хочу. Я говорю, давай дезодорантов наберем, хуже не будет. И мы взяли и мужские, и жидкие, и, значит, твердые, и спрей, и спрей от Адидас работали идеально. Серьезно, они блокировали потоотделение, они не напрягались запахом, они просто идеальны. Если вы ищете хороший дезодорант-спрей, это Адидас. У меня просто его сейчас нет, но я, наверное, могу фотографию вставить. Да, наверное, я могу это сделать. Вот, попробуйте, они реально рабочие. С этого дезодоранта, наверное, началось всё. Вот это вот моё желание собрать и показать их людям. Это Рексона, невидимая защита. Белых следов на чёрном и так далее. Ну, мне жалко мою кофту. Но я вам сейчас попробую показать. Видно. И вот так оно и будет. То есть, вот я сейчас его размазываю. Оно никуда не девается. В наглую производитель нам говорит, что не будет следов, а они будут. То есть, если вы нанесли, а потом надеваете кофту, поверьте, у вас вот тут вот по бокам, знаете, как у мант или у рыб каких-то огромных, знаете, жаберные щели, вот по бокам, вот так и у вас будут вот эти полоски. Это ужасно. Это ужасно, это некрасиво. И он то же самое, делает жёлтые следы на белых футболках, на белой одежде. Это ужасно. Я не понимаю, почему это так работает. Почему они пишут одно, а на деле другое. Запах приятный. Но я вот не люблю всё, что вот с такой системой выкручивания. Мне кажется, меня ограничивают. Потому что если, я не знаю, у меня есть что-нибудь роликовое? Не, у меня совсем нет ничего такого с роликом. То есть, ну не роликом, а когда, знаете, вот здесь вот шестерёночку крутишь, ты можешь чуть-чуть выкрутить. А здесь мне они не оставили шанса. Мне приходится вот так выкручивать. И понятно, что вот эти 40 грамм расходуются очень быстро. Простите, не 40 грамм, а 40 миллилитров. Расходуются быстро и вообще мне это не нравится. Ребят, не советую никому. Следующий у меня стоит вот такой вот прекрасный представитель компании Amway Body Series. Шариковый дезодорант антиперспирант. Здесь целых 100 миллилитров. То есть, он большой, шарик маленький. И я уже боюсь что-либо говорить про Amway. Потому что я сняла 3 видео про Amway на разные темы на моём канале. И я вам хочу так сказать. Вы не представляете, что на меня обрушилось в личку. Люди мне писали, что я куплена, что насколько очевидно, что эти обзоры, что я говорю неправду. Я говорю, пишу этим людям. А как, что значит, я говорю неправду? Я же в видео показала вот что. Вот это не работает, вот это вот. То есть, ну как? Как я могла это подставу сделать? Но мне даже написали, какая фирма меня проплатила. Вот если бы, ребят, та фирма не знает о моём существовании. Поэтому боюсь говорить про Amway, но скажу. Он не работает. Вы меня хоть стреляете. Это не моё мнение. Тут 100 миллилитров. Сейчас тут где-то вот так. Это не я всё использовала. Этот дезодорант прошёлся по рукам. После того, как я его поиспользовала. Я поняла, что мне не нравится. Но ради чистоты эксперимента я его стала давать разным людям. Своим подружайкам, своим родственникам. Для того, чтобы понять, это я такая вот цеплючая или он правда отстойный. Все сказали, что он отстойный. То есть, соотношение цена-качество, а он как бы дорого достаточно стоит, отвратительное. Он приятно пахнет. Ну вот, он подойдёт и мужчинам, и женщинам, кстати, однозначно. Ну, приятно пахнет. Но вопрос защиты от пота нулевой. То есть, он вот такой прозрачный. Видите, рука поблёскивает. Он не оставляет следов. То есть, я не заметила, чтобы он там оставлял какие-то следы на чём-то. Но вопрос защиты от пота, он не решает совершенно. Мне не нравится, поэтому не тратьте деньги. Вот серьёзно. Это всё глупости. Я обожаю Amway. Я обожаю сетевой маркетинг. Спасибо, что вы есть в нашей жизни, но дезодоранты ваши отстойные. Мы постепенно с вами движемся и переходим к тому, что мне нравится. И мы поговорим с вами конкретно о Nivea Man. Вот сейчас я вам его показываю. И поговорим о мужских дезодорантах в частности. Мужские дезодоранты вполне можно использовать женщинам. Я так считаю. Есть Old Spice, например, Килиманджаро. Я обожаю этот аромат. Но он очень сильный. Мужские ароматы в дезодорантах, они, наверное, специально так сделаны, чтобы нищий студент, помазав подмышки, пришёл на какую-то вписку и было ощущение, что он воспользовался парфюмом. Вот у меня такое ощущение. Да, типа Axe Effect. Поэтому для женщин не все они подходят. Но если вы найдёте мужской дезодорант, который пахнет не сильно и при этом работает, берите себе мужской дезодорант и пофигу вообще. Не будьтесь сексистами в этом вопросе, потому что, ну, если работает, чего не использовать. Я сейчас пользуюсь вот таким вот Nivea Man. Он пахнет очень-очень нежно. Да, это мужской, это типично мужской запах. Но пахнет он нежно и очень как-то быстро выветривается. То есть, ну, вот обычная прозрачная жижица. Ну, не знаю, он вполне прекрасен. Вообще, вот этот формат жидкого дезодоранта, он, наверное, мне ближе всего. Потому что вот эти твёрдые дезодоранты, они, скорее всего, будут оставлять белые полоски. Спреи делают так, что у вас вся квартира пахнет дезодорантом. Плюс вот это пшшшш. И вся квартира знает, что ты только что подмышки набрызгал. Вот, ну, не знаю, как-то это зачем просто. Мне очень нравится. Написано 48 часов защиты. Ерунда, я не знаю, для кого они это пишут. Но весь день вы с ним проходите. Когда вы вечером будете принимать душ, у вас не будет ощущения, что вы разгружали уголь весь день. Очень приятный. Жёлтых пятен ни на чём не оставляет. Это плюс. Говоря о жидких роликовых дезодорантах, также скажу про Деонику. У меня было много. Наверное, вся их линейка. У них разного цвета основания. То есть колпачки белые у всех, а основания разные. Я, наверное, воспользовалась всеми. И мне они очень нравятся. Я считаю, что они неплохие. Они, по-моему, чуть дешевле, чем Гарнье. Да, такой тоже вот. Ну, вы поняли о чём. Я фотографию какую-нибудь ставлю. По форме такие же. По работе, может, даже чуть лучше. И стоят дешевле. Поэтому, если вы видели в магазинах эту марку, но почему-то там что-то стремались попробовать, попробуйте. Они очень неплохие. Дезодоранты, на которые я вообще не ставила никакую ставку. Мне казалось, что это будет ужасный лютый отстой. Но это очень даже прилично. Это Камэй. Аромат Мадемуазель. У них вот прям запуск был, да, этой линейки. И гель для душа есть, и мыло, и так далее. Вот есть, конечно же, дезодорант. Что с этим дезодорантом? Он приятно пахнет. Он пахнет не так интенсивно, как в целом вся эта линейка пахнет. У меня такое ощущение, что там, знаете, вылили просто чан ароматизатора. Тупанули. А потом смотрят, народ хавает, все нормально. Значит, можно лить еще больше. Он абсолютно белый. Он такой вот гладенький, скользящий. Ну, собственно, как все они. По поводу черных вещей. Тестируем. Что и требовалось доказать. Растираем, ничего не уходит. То есть, осознавайте, да, что если вы намажетесь и наденете черную вещь, вы все испортите. Знаете, как я делаю? Честно. Я сначала надеваю вещь, потом залезаю, мажу под... Ну, потому что, девочки, а как иначе? Это, знаете, какая стыдоба ходить с полосками белыми. Честно. Мне это очень нравится. И он действительно защищает от потоотделения. Мне это очень нравится. Не ожидала от него ничего, но он оказался очень даже рабочий. Поэтому присмотритесь. Я никогда до этого не пробовала дезодоранты Камэй. Кто пробовал, может быть, какие-то их другие дезодоранты, если они еще есть, я не знаю, напишите мне, пожалуйста, как вам Камэй. Мы дошли до двух моих фаворитов, и они оба недоступны, ну, по крайней мере, в России, да? Это вот такие вот дезодоранты. Они приехали ко мне из Израиля. Сейчас я вам расскажу сначала про этот. Это фирма Life. Роликовый дезодорант. Тут написано Тин для тинейджеров, но мне все равно на самом деле. Он без алюминия, и это хорошо, да? Мы все понимаем. То есть здесь вот такой вот ролик. В чем плюс? Он работает, он защищает вас от пота. Сто процентно. Вы намазались, и вы прекрасно себя чувствуете. В любую погоду, хоть жарко на улице, хоть перепады температур, он очень крутой. В чем его минус? Очень-очень-очень сильный аромат. Аромат – это аромат каких-то эфирных масел. Ну, вот это очень сильный аромат. И он перебивает любые духи, которые на вас. Если на вас очень яркий аромат, вот на мне сейчас, да, допустим, то вот этот аромат просто его дополняет и искажает. А если на вас какой-то легкий свежий парфюмчик, вот вы просто, да, такая фея выскочили, то он просто его перебивает. Но с точки зрения защиты от пота, это идеальная штука. Фирма Life, роликовый дезодорант. И его девчонки из Израиля прислали. И спасибо, спасибо, спасибо. Это было очень круто. И вот про вот этот дезодорант я не знаю, как говорить. Значит, Sports Deo дезодорант Крим. Ну, вот не спутайте баночку, наверное, ни с чем. Это такая баночка, да. Открываете. Крышечка. И здесь сам дезодорант. Видите? На самом деле, вы думаете, его тут так много. А вот так вот делаем. И здесь всего лишь вот такая вот малюсенькая штучка с дезодорантом. Что это такое? Это специальный крем, который блокирует потоотделение на некоторое время. Написано, что он может действовать до недели. У меня он никогда не действовал неделю. Дня 3-4 вот так. Что вы делаете? То есть, вы приняли душ, осушили полотенцем подмышки. Взяли этого крема совсем чуть-чуть. То есть, вам понадобится на одну подмышку. Сейчас я вам покажу. Примерно вот так. Даже, наверное, я много взяла. Ну, вот, вот, вот так. Написано там размером с горошину. Ну, скажите, как отсюда можно вычленить горошину? Ну, вот я считаю, что может вот это горошина. Такая кубанская хорошая горошина. И вы этот плотный крем разносите по подмышечной впадине. Очень хорошо, тоненьким слоем, как бы, растирая. Вы наносите на всю ту область, которая, собственно, и выделяет у вас пот. Запаха не имеет никакого. Это просто плотный крем по консистенции похож, ну, наверное, на чуть-чуть под засохшую зубную пасту. Вот эта штука блокирует просто потоотделение на несколько дней. Даже не то, что блокирует потоотделение. Вы можете потеть легонечко, не литрами, но при этом от вас вообще не пахнет. Вообще не пахнет ничем. И это очень круто. То есть это средство не конфликтует совершенно там с вашим парфюмом, чем вы там пользуетесь. Это очень классно. Для меня это колоссальный плюс. Мне нравится, что я тихонечко воспользовалась. Мне нравится, что в воздухе не пахнет вот этим средством. И это прям плюс. Вот это средство действительно рабочее. Кто имеет доступ вот-вот к Спортсдео, кто может живет в Израиле или знает, где купить, или у кого родственники там. Девочки, это очень классная штука. Напишите мне, пожалуйста, какими дезодорантами вы пользуетесь. Пользуетесь ли вы какими-то экстремальными средствами типа Dry Dry или Maxi или Max, по-моему, да, называется. Ну, такие тоже в пакетиках штучки. Напишите, пользуетесь ли вы ими или вам хватает обычных дезодорантов. Как вы вообще относитесь к факту, что все сейчас помешаны, да, на дезодорантах. То есть нет сейчас современного человека, который дезодорантами не пользуется. Мы все сейчас считаем, что потеть вообще это неестественно, это страшно, это стыдно. Пользуетесь ли вы кристаллами, которые, знаете, соляные? Я честно скажу, я не пользуюсь, потому что на мне это не работает. Тема очень интимная, но я буду рада, если вы ее поддержите. Спасибо, что были со мной, девчонки. Очень сильно вас всех люблю. Подпишитесь на меня, пожалуйста, везде. И будет вам счастье. Вы классные, люблю вас и пока.